Полезный город Как касается и взаимодействия с управляющими компаниями, вот как раз сейчас такой период в Кирове, когда прошли снегопады, люди начинают спрашивать, да, а где наши коммунальщики, почему не убираются, а зачем они вообще нужны? Ну вот давайте будем разбираться, для чего нужна управляющая компания, как она создается, какие цели в своей работе она преследует? Многоквартирный дом может общим собранием собственников выбрать одну из трех форм управления. То есть это непосредственное управление, но это создается только в домах, форма применяется, в которой менее 30 квартир. Форма товарищества собственников жилья, это может в любой многоквартирный дом создать. Либо они выбирают форму управляющая организация. То есть это организация, которая привлекается по договору между собственниками и управляющей компанией для обслуживания управления многоквартирным домом. При этом перейти от одной формы к другой форме они могут в любой момент времени. Нет никаких ограничений? Никаких ограничений, да. Общее собрание собственников, выбирается управляющая организация. Далее документы подаются в государственную жилищную инспекцию. И с момента включения многоквартирного дома в лицензию управляющей компании, данная компания приступает к управлению. Как правило, сколько времени это занимает с момента вот такого окончательного решения? Все зависит от договора, который был ранее заключен, может быть, с предыдущей управляющей компанией, и от качества подготовки необходимых документов для включения в лицензию. До двух месяцев может занимать, даже в некоторых случаях может и до трех. Если рассмотрим ситуацию, если собственники отказываются от одной управляющей компании и решают перейти в другую распространенную ситуацию для областного центра, тут могут ли возникнуть какие-то сложности, чтобы рассчитаться с предыдущей компанией, включиться в работу с новой компанией? Сложностей никаких на данный момент нет. Сейчас очень это все грамотно предусмотрено законодательством, то есть нет никаких двойных квитанций переходного периода. Есть дата включения в лицензию, все, соответственно, предыдущая управляющая компания обязана по законодательству передать все документы, осуществить все необходимые расчеты из числа, которая вот дата включения в лицензию, новая управляющая компания приступает к управлению. То есть в данный момент таких проблем вообще нет. Я помню, в недалеком прошлом у нас возникала такая ситуация в областном центре, когда еще квитанции предыдущего рассылают. Было очень много, двойные квитанции, не отдавали дома, очень было все это. Сейчас законодательство, в принципе, исключает. Да, да, да. То есть этот момент проработан, наконец-то, потому что достаточно длительное время были какие-то разногласия, или с даты заключения договора, либо с даты включения в лицензию. Все это устранили, сейчас это однозначно с даты включения в лицензию, ну, соответственно, другой управляющей организации. То есть вопросов здесь стало намного меньше и проще работать и собственником, и управляющим компаниям. Управляющая компания сразу же непосредственно приступает к работе. Вот как только включили в лицензию, все, она начинает свою деятельность на доме. Какие обычно первые шаги управляющей компанией проводятся? Оценка фронта работ, состояние дома, что нужно делать непосредственно? Или это все на предварительных еще этапах осуществляется? На предварительных этапах это достаточно сложно сделать, когда на доме еще другая управляющая организация. Поэтому первоначально это, конечно, полный осмотр дома. Тщательный, с составлением акта, доведением до сведения совета дома, то есть какие у вас есть проблемы, на что мы будем обращать внимание в первую очередь. И составление, так скажем, плана работ, ну и обсуждение основных моментов. Судя по опыту работы управляющей компанией, которую вы возглавляете, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться, когда новый дом появляется в управлении? Ну, основное, конечно, это сразу же найти качественного дворника и качественную уборщицу. Да, так как у нас не стоят, как говорится, в очереди, нету сильно много желающих на данные работы, то есть это вот первоначально, что необходимо сделать, когда приходит новый дом. Если это все имеется, все мы нашли, то там уже как бы этот вопрос закрыт, и проще намного работать в дальнейшем по другим вопросам. Ну, принято считать, что вот эти должности, названные вами, они у нас не очень оплачиваются, мягко говоря, да? Ситуация действительно оставляет желать лучшего? В том числе зависит от самого работника. То есть, соответственно, конечно, приглашая на работу дворника либо уборщицу, мы не предлагаем большие заработные платы, но если человек работает хорошо, мы это видим, что он на постоянной основе старается, соответственно, и дом это видит, от них может даже исходить инициатива, а давайте мы повысим зарплату дворнику. То есть, соответственно, конечно, мы это все рассматриваем, повышаем зарплату, и таких людей мы стараемся держать. И в нашей управляющей компании мы не пользуемся клининговыми услугами, у нас все работники свои, в том числе и уборка подъездов, и уборка придомовых территорий. Клининговые услуги, это, то есть, нанятая сторонняя организация, которая выдаётся их? Там уже как бы мы не сильно влияем в этом случае, если клининговая компания на того работника, который они поставят на тот или иной дом. То есть, у нас есть договор, они обязаны выполнить, но как выполняют, это уже, как говорится, достаточно проблематично это всё контролировать. И в какой-то период времени мы приняли решение, что мы будем делать это самостоятельно. Ну, примеры таких клининговых компаний есть, да, с ними есть управляющие компании, которые сотрудничают вообще... Их очень достаточно много на рынке данного вида услуг, то есть, конечно, в любой момент можно воспользоваться услугой. Работа дворника, работа уборщицы, она оплачивается из тех средств, которые собственники платят в рамках текущего обслуживания, да, всё верно? Да, да, да. Вот давайте об этой строке поговорим поподробнее, что в неё входит? В данную строку входит достаточно большой набор услуг. Ну, вот самое основное. Ну, во-первых, конечно, это всегда все ссылаются и ориентируются, это на минимальный перечень работы услуг, утверждённые постановлением правительства Российской Федерации номер 290. То есть, вот это минимальный перечень, который управляющая компания обязана выполнять. А далее могут быть какие-то дополнительные услуги, которые собственники общим собранием принимают, мы включаем в тариф. Минимальный перечень – это содержание конструктивных элементов, инженерного оборудования, придомовой территории, это текущий ремонт, обслуживание в случае, если есть лифты, лифтов, газовое оборудование, аварийная служба, электроизмерительная работа, проверка вентоканалов, то есть достаточно большой спектр. Большой спектр, да. И, ну, в том числе управленческие расходы, которые закладываются управляющей компанией в тариф, и получается оплата за содержание. А как вообще в хорошей добросовестной управляющей компании устроена эта система взаимодействия с конкретным домом? Сотрудник постоянно присутствует, постоянно обход делает, чтобы оценить, что произошло, возможно, где-то экстренное вмешательство требуется, или это всё по заявкам конкретных жителей, старших по домам и так далее? Для того, чтобы был постоянный контакт с жителями, существуют диспетчерские службы. Номера у нас в квитанциях указаны. В квитанциях указаны все номера, да, то есть с 8 до 5 в рабочее время это диспетчер управляющей компании у нас работает, с 5 до 8 утра, с 5 вечера до 8 утра это аварийная служба. То есть все заявки подаются через диспетчера. Кроме того, у нас на жилфонде, жилфонд достаточно большой, он разделён на 4 части, и у каждого, так скажем, участка, да, есть начальник участка. То есть это человек, который непосредственно в течение всего дня, он приходит утром на оперативку, получает там какие-то распоряжения, смотрит, какие были заявки, смотрит, как прошла ночь, какие были аварийные заявки с его жилого фонда, и далее в течение дня он находится на своём жилом фонде. То есть в том числе отрабатывает заявки, осматривает дома, осматривает придомовые территории, крыши, вот сейчас особенно в зимние дни период. Ну вот как мы вначале заметили, да, сейчас в первую очередь уборка. Да, день с того, что вот они первоначально всё это объезжают и всё это смотрят, в каком у них всё это состоянии. То есть человек находится постоянно на жилом фонде, общается с председателями, общается с заявителями, вот таким образом. То есть ни один дом у нас так вот нет, чтобы был как-то оставлен вниманием, и, так скажем, в течение дня там... Выпал из поля зрения. Да, выпал из поля зрения. Если говорить о критериях выбора конкретной управляющей организации, рынок в Кирове довольно насыщен, порядка 130, да, как вы сказали перед началом программы уже. И с каждым годом количество управляющих, уж извините, да, использую этот термин... Привыкли. Привыкли уже, да. Привыкли. Да, растёт. И, соответственно, я понимаю, многие впадают в какое-то зачастую недоразумение, на что ориентироваться, какие критерии брать во внимание, какие лучше скептически оценивать, с осторожностью подходить. Как специалист, подскажите. Да, вот в 2015 году ещё у нас правительство Российской Федерации решило как-то узаконить этот рынок и ввести лицензирование управляющих организаций. Но, как показала практика, лицензию получить достаточно просто. Вход на данный рынок совершенно не требует каких-либо финансовых вливаний. То есть получил руководитель квалификационный аттестат, подучился немножко, получил, как говорится, бесплатно, 30 тысяч заплатили за госпошлину, получили лицензию. То есть всё. То есть это буквально вообще в сжатые сроки можно... В сжатые сроки, да. Ты решил, хочу управлять компанией, всё. То есть зарегистрировали ООО, уставный капитал там 10 тысяч, пожалуйста, и всё, и твоя компания становится управляющей организацией, и там уже дело техники, как привлечь жилой фонд. На самом деле, если ранее управляющие компании создавались хотя бы выходцами из других управляющих компаний, крупных, почему у нас такой рост возник, числа управляющих компаний, это вот именно начали уходить с рынка крупные управляющие компании не по своей воле. И вот все сотрудники, кто более-менее что-то знал, что-то умел, решили организовывать свои управляющие компании. То последнее время на этот рынок выходят люди, которые далеки вообще... Вообще из других сфер, да? Абсолютно из других сфер, всю жизнь, да, всё правильно, совершенно другим занимались, но вот, а почему бы нет, другие работают, ну, давайте мы попробуем. Поэтому сейчас очень много управляющих компаний, они, как вы правильно заметили, постоянно регистрируются, постоянно откуда-то появляются, и жителям достаточно сложно разобраться. Тем более, что все приходят, не факт, что все говорят то, что есть на самом деле, и поэтому, конечно, ориентироваться вот в данной ситуации необходимо именно на мнение жителей многоквартирных домов, которые уже находятся в управлении каких-либо управляющих организаций. Опыт работы, да, опыт работы, смотреть, когда была создана управляющая компания, сколько лет она уже функционирует, какие дома у них находятся в управлении, да, прям список. Эта информация должна быть открытая, она на сайтах управляющих компаний присутствует, да, дома управления. Ну, и вот я считаю, как экономист по образованию, что сейчас, конечно, лучше выбирать управляющие компании, у которых достаточно большой жилой фонд. В связи с тем, что данные компании обладают необходимой финансовой устойчивостью, опытом работы, и, соответственно, если вы смотрите, что управляющая компания создана там 7 лет назад, а у них 10 домов, ну, сами, как говорится, думайте о том, почему туда никто не идет. Ну, может, им хватает. Ну, поверьте, не хватает, да. Вот они решили, не раздеваться и все. Не хватает, но никто не идет, соответственно, на 10 домах качественно обслуживать жилой фонд, это просто нереально. Ну, давайте конкретную цифру назовем. Вот на какую ориентироваться? На какую численность домов? 100? Значит, ориентироваться нужно не на численность домов, а на обслуживаемую жилую площадь. То есть, самый оптимальный вариант, когда управляющая компания в управлении более 300 тысяч квадратных метров жилья. То есть, в этом случае уже экономически, так скажем, просчитано, что данная управляющая компания будет выполнять все свои обязательства, у нее будет хватать денег на все, в том числе на текущий ремонт, на оплату всех счетов и так далее. До 300 тысяч квадратных метров достаточно это проблематично. Либо все услуги вам будут оказывать компании, которые будут либо на аутсорсинге, либо клининговая компания. Итак, опыт, в первую очередь, да, на него ориентируемся, общая жилая площадь, которая находится в управлении. Далее, что посоветуйте, на что обратить внимание? Ну, наверное, прийти непосредственно в дом и пообщаться с жителями. Да, да, прийти непосредственно в дом, так как вот буквально случай из прошедшего месяца, когда позвонила председатель совета дома с вопросом, можно ли перейти в нашу управляющую организацию, но при этом сразу же сказала, вы знаете, вот о вас отзывы не очень хорошие, значит, в интернете, но я не стала на них смотреть, я просто подошла к дому, который вы обслуживаете, к ларьку, там рядом ларек, и спросила, вы из этого дома? Нам женщины были. Они сказали, да, из этого. Как вот вам управляющая компания «Паритет»? Они сказали, замечательно, всё хорошо, мне, как говорится, вот мнение живых людей, живущих в этом доме, то есть, соответственно, вот на это она и ориентировалась для того, чтобы продолжить, так скажем, свою деятельность по возможности сотрудничества с нами. Вот таким образом, и некоторые дома просто, конечно, иногда удивляют своим вот таким подходом к выбору управляющей организации, то есть, ну, так скажем, несерьёзным. Ну, кто вот пришёл, вот кто пришёл, а пойдёмте к нам, вот тут у меня там знакомые в вашем доме живут и так далее, а ну, пойдёмте. Ну, всё равно надо более серьёзно к этому подходить, надо собирать информацию, надо смотреть, надо разговаривать с людьми. Хорошо, поговорили, пришли, пообщались, дальше уже можно плотнее, да, разговаривать о том, как, собственно, начать с вами взаимодействовать. То есть, обращаются уже, мы назначаем встречу, общаемся, мы стараемся, конечно, чтобы собственники пришли к нам в офис, посмотрели, как мы работаем, посмотрели, что у нас все сотрудники на месте, все работают, вот есть такие-то специалисты, такие-то специалисты. То есть, это вот уже подход, да, к выбору управляющей организации, потому что обязательно надо посетить офис и посмотреть, как работает управляющая организация. Потому что зачастую бывает такое, что выбрали, приходит в офис, сидит один человек, никого нет, не к кому обратиться, вопросы решать не с кем. Ответов получить не получается, да, там качественных, опять же, вопросы, вопросы, вопросы. В общем, скептически, да, повторимся, относиться к тем оценкам, отзывам, которые в интернете можно часто встретить. Конечно, в интернете они все отзывы, они обезличены. Тут же происки конкурентов еще могут быть наверняка, да? Абсолютно, вот уверена в этом, что могут быть происки конкурентов. Самое главное, что это не идентифицировать никак, что это именно человек, вот, там, например, с нашего жилого фонда, из нашего дома что-то написал. Поэтому, еще раз повторю, там, все это обезличено, никак это не понять, потому что зачастую отзывы пишутся без конкретных адресов, без конкретных проблем, без чего-либо, просто вот, вот, не нравится и все. А люди читают, и, соответственно, у них возникает вот такой, усугубляется еще, да, негативное отношение вообще, в принципе, к сфере ЖКХ. Да. Насколько сейчас управляющие компании ответственны перед контролирующими органами? Госжилинспекция, та же самая, прокуратура, администрация города, территориальное управление, то есть взаимодействовать приходится с очень многими структурами. Но вы же понимаете свою ответственность. Если что-то пойдет не так, то придут и зададут вопросы компетентные органы, так? Ну, они приходят и задают, да, как бы, взаимодействие, оно постоянное. Жители, как бы их ни обслуживали, все равно любят писать различные вопросы в контролирующие органы. В этом году у нас мораторий на проверки. То есть, но государственная жилищная инспекция все равно на заявления, которые к ним поступают, реагирует, делает запрос документов. То есть, проводит, ну, так скажем, проверки без последствий, так скажем. А в обычное время, конечно, штрафы, которые вот установили за нарушение лицензионных требований, там достаточно значительно. Да. Юридическое лицо там, да, штрафы исчисляются, ну, крупные достаточно суммы. При возникновении вопросов со стороны контролирующих органов есть возможность доказать, что вот управляющая компания, она работала, мы не бездействовали, но вот пока не получается? Делается на это какая-то поправка? Конечно, делается, потому что вот при таком размере штрафов значительно увеличилось и количество оспариваний решений государственной жилищной инспекции, оспариваний штрафов в судебном порядке. Соответственно, вот в этом случае мы можем доказать путем предоставления дополнительных документов, каких-то пояснений. Свидетельских показаний, да. Свидетельских показаний. И все это рассматривается, потому что штрафы, ну, просто вот они, суммы, можно сказать, очень крупные, поэтому все управляющие компании ходят и оспаривают. И даже в случае, если, ну, мы точно можем быть уверены, что да, мы виноваты, но мы все равно стараемся каким-то образом минимизировать свой ущерб. Ну, ежегодно можно слышать, читать в новостях, видеть о том, что когда, ну, дело доходит до чего-то уже каких-то грубых нарушений, управляющие компаниями грозят лишением лицензии. Помогает ли это справиться с недобросовестными конкурентами, как вы считаете, на рынке? Действительно ли мы избавляемся от людей, которые не хотят работать и не будут работать? Лишить лицензии достаточно проблематично. Это тоже все делается в судебном порядке. И у нас в нашем регионе лишали лицензии только уже компании, которые находились в стадии банкротства. А за нарушение лицензионных требований я такого еще вот пока не встречала. Поэтому вот сама система вот этого лицензирования управляющих организаций, она, по моему мнению, на текущий момент ни к чему абсолютно не приводит. Не приводит к тому, чтобы уменьшить количество вот недобросовестных управляющих компаний и какого-то воздействия на управляющие компании. Поэтому вот в этом случае и надо жителям-то самим избежать вот этой вот ситуации и именно тщательнее выбирать управляющие организации, потому что рынок все-таки он, так скажем, конкурентный, и здесь выживают у нас в любом случае те компании, которые показывают свою работу. Которые добросовестно подходят, да, к своим задачам, к своей работе. Тоже такое распространенное мнение, мнение не очень положительное. Каждое повышение тарифов коммунальных люди воспринимают как, не знаю, шаг к обогащению управляющих компаний. Вот потому что многие не могут до конца понять, за что они платят, что они именно оплачивают в этих квитанциях. Какое пояснение дадите на эти претензии? Отрасль нашего жилищно-коммунального хозяйства, а именно управляющие организации, в настоящее время находится в самом бесправном положении. Если ресурсоснабжающие организации у нас вот даже в этом году с 1 декабря получили повышение цен на 9%, ничего для этого не делая, просто вот правительство так решило, у нас так не получается. Мы работаем по тарифам, которые установлены собственниками многоквартирных домов. Просто так взять и повысить тариф мы не можем. То есть это все общее собрание собственников. И на общем собрании собственников управляющая организация должна доказать, что именно необходимо повысить тариф на такую-то сумму, потому-то, потому-то и потому-то. Иначе у нас не получается делать недавод. Иначе у нас не получается, потому что... Сколько сейчас минимальный тариф, напомните, пожалуйста. Минимальных тарифов нет. Их и не было никогда. Их нет. То есть для каждого дома устанавливается свой индивидуальный тариф по расчету, в зависимости от конструктивных особенностей, в зависимости от площади дома и в зависимости от того, что планируется делать по текущему ремонту, как планируется обслуживать дом. Поэтому это решение общего собрания собственников. Соответственно, для управляющих организаций все наши контрагенты цены повышают. То есть вот сейчас уже прислали уведомления. Вот нам, например, аварийная служба повышает. Аренда контейнеров повышается, не поверите, на 56%. Больше, чем наполовину. Потому что данные, как скажем, деятельность, она коммерческая. Хочешь, бери контейнеры в аренду, хочешь, не бери. Это как бы искать альтернативу, но в принципе у нас в городе ее нет, либо их покупать. То есть нам-то контрагенты повышают цену. А мы без решения общего собрания не можем этого сделать. Поэтому только вот объяснение, согласование и принятие решения общим собранием собственников. Но вы об этом говорите жителям, да, как часто приходится выступать на этих собраниях и пояснять им необходимость изменения этих тарифов? Конечно, конечно. И самое удивительное, что вот в этом году даже были ситуации, когда мы не планировали повышать плату за содержание, а собственники сами обращались и говорили, а давайте повысим. Но ведь мы же видим, как растут цены. Потому что люди видят, что не получается в тех рамках. Да, как растут цены. Значит, что происходит там на рынке этих же стройматериалов. И сами предлагали, конечно, но мы никогда не отказываемся в таких предложениях. Ну, и раз люди не понимают и сознательно подходят к делу, то, да, действительно нужно решать вопрос. То есть это вот именно грамотность потребителей, то есть постоянное общение, они прекрасно у нас. Вот наши всем квартирные дома все прекрасно знают, что входит в тариф. Как он считается, откуда что берется. Поэтому нам вот в этом отношении проще. Новые дома, какие к нам приходят, ну, начинаем тоже, так скажем, просвещение, объяснение. Подробный расклад делает, собственно. Да, вот это вот туда-то идёт, это туда-то, это оттуда берётся, это оттуда. И также всё это видно в отчётах, которые годовые мы предоставляем, ну, и промежуточные. То есть всем всё поясняем, всем, кому интересно, всё это рассказываем, для того, чтобы люди тоже понимали, что работать на доме без денег невозможно. Ну, в целом, я так подозреваю, впечатления от уходящего 22-го года противоречивые, раз уж мы с вами накануне новогодних праздников общаемся, да, то какие-то вот итоги подвести немножко. Вы знаете, вот 22-й год он прошёл на удивление спокойно. Не было никаких серьёзных изменений в законодательстве для нашей сферы. Ну что, обычно бывает таких стрясок. Не трясло, не придумывало что-то у нас ни правительство, ни министерство строительства и ЖКХ. Абсолютно спокойно работали весь год. Плюс то, что вот моратории на проверки жители платили исправно, вот тоже там прогнозировали снижение собираемости платежей. По периодам было, по году нет. То есть вот достаточно позитивно для нашей отрасли прошло. Прогнозы на 23-й? У нас прогнозы работать, проводить текущие ремонты, привлекать новый жилой фонд, если будет у кого-то такое желание развиваться. Где более подробную информацию получить о работе управляющей компании «Паритет»? Куда прийти? Вот вы говорили о том, чтобы надо прийти в офис, лично поговорить. По телефону первоначально, по телефону 412202, либо прийти в офис улицы Свободы, дом 133А. Спасибо, Анна Клепикова, директор управляющей компании «Паритет». Всего доброго. Спасибо. До свидания. ООО «УК «Паритет»» ОГРН 1144-345-00-4902. Юридический адрес. Город Киров, улица Ленина, 85.